Всем привет! Сегодня мы погрузимся во фриланс или во что-то похожее. Продолжаю использовать на видео про блогерские курсы кликбейтные названия. В прошлом ролике название позволило видео попасть в рекомендации. Обязательно подписывайтесь на канал, так как грядет что-то интересное. Сделайте кнопку подписаться в цвет елочки на стене. Михаил Грибов, 246 тысяч подписчиков в Instagram, начинал как эксперт по нетворкингу. В рекламных макетах использовал фотографии со своей матерью, актрисой Еленой Кондулайнен. Чтобы доказать, что он точно эксперт по нетворкингу со знаменитостями. Про Михаила уже было видео на канале, там его мало поругали, поэтому сложилось не совсем верное представление о нем. Сегодня же попробовав вкус легких денег, Михаил переехал из Филиграда в Москва-Сити, а тему нетворкинга переключился на тему фриланса и решил углубиться в масштабные проекты. С лета 2020 года Грибов нон-стоп делает совместные запуски своего курса начала с другими блогерами. Партнершами Михаила уже были Пупс Полина, Рита Перская, фитнес-просветитель Лера, Марина Том, Ники Макалин, еще немножко потерпите, Вондер Аня, Саша Кэт, Урус, Алина Маслова, Катя Худык и еще подождите совсем чуть-чуть, Алина Ли, Аркуша, Лера Бережная, Мать Пусянов, Влада Юрченко, Пушкина и Виктория Решунова. И это только те, кого я нашел. Все эти блогеры с молодой доверчивой аудиторией, которые легко продать курс по заработку, особенно если этот курс продают через тему отношений. После активного прогрева охваты у блогеров падают, и Грибов идет к следующему блогеру. Пишет в личку про оборот своей школы в 25 миллионов рублей в месяц. Например, с Алиной Масловой они заработали 5,5 миллионов рублей за запуск, а с Аркушей 4 миллиона. Как-то совсем немного с Аркушей, ведь они там такую любовь показывали в сториз. Аркуша из Беларуси, надеюсь, налоги с этих 4 миллионов там заплатила. У Михаила со всеми одинаковые прогревы. Блогеры тестируют на нищих друзьях способ заработка, и друзья начинают много зарабатывать. Аудитория блогера просит, чтобы им продали курс. Михаил выделяет всего 200 мест, но аудитория просит сильнее. И тогда Михаил увеличивает число мест на своем курсе. Из интересного, Михаила Грибова очень сильно защищают дети. Ученики порвут все и всех за критику курса начала. Многие даже курс еще не прошли, ничего не заработали, но уже обвиняют любого критикующего в ограниченности мышления и, как всегда, в зависти. Нужно признать, что в моих видео иногда бывает сложный язык сарказма и аллегорий. Специально для фанатов Грибова я на мгновение использую понятные им образы. Смотрите, у нас есть собачка, и она нас обманывает. Она говорит, что научит нас зарабатывать, но в действительности не делает этого. Зачем собачка нас обманывает? Разве хорошие собачки себя так ведут? Давайте вместе научимся определять плохих собачек. Курс Михаила Грибова «Начало» — это двухмесячная программа с разбором девяти онлайн-профессий. А за 7 тысяч или 9,5 тысяч рублей вы освоите профессию таргетолога, персонального ассистента, сторисмейкера, копирайтера, менеджера по инфопродуктам, сайтолога, визуальщика, дизайнера, а с недавнего времени еще и менеджера тиктока. Не хватает только дизайнера-презентолога, авитолога и макет-конструктора. В блоке сторисмейкер дают базовые знания и навыки. Из минусов хочу отметить малое количество примеров сторис в уроках. Нам могут показать просто ссылки профилей и примерно описать словами, что там можно увидеть. Но ничего этого не показывают. При этом в инстаграме многие блогеры дают большое количество полезного для сторис. В хайлайтсах Ольги Кравцовой, в профилях Татьяны Мироновой или Вадима Балабанова. Много про обработку, игры в сторис и оформление. То есть вы можете понаблюдать, кто из ваших подписок делает интересные сторис, замечать в них нюансы и пытаться это повторить. Примерно такие советы дают и в курсе начала. В телеграм-каналах с работы я посмотрел портфолио некоторых учеников Грибова. Почти все они сделаны на очень низком уровне. Михаил говорит, что его ученики это самые лучшие специалисты на рынке. Рынку капец. Например, объявление. В нише сторисмейкерства я уже три месяца училась на курсе начала Миши Грибова. Или вот, я заканчиваю курс начала, спикером которого является действующий сторисмейкер Миши Грибова Александр. По факту я умею все то же, что и он. И еще, я сторисмейкер, недавно закончила обучаться на курсе Миши Грибова начала. Следующий блок «Визуальщик» очень слабый. В одном из уроков просто показана обработка фото в Lightroom. В другом просто перечисляют навыки, необходимые для работы. Также рассказывают, как работать с Pinterest. Благодаря этому блоку я примерно понял, чему я должен обучиться, но только кто меня этому научит, ведь блок закончился. Чек-лист с приложениями для обработки ужасен. В нем много опечаток и странный перенос слов. В чек-листе с трендами странное описание. Они короткие и написаны в разговорном стиле. Например, не знаю, как объяснить, но прикалываю примеры. Интересно, что в уроке показывали инстаграм Алекса Шишкина, продюсера-абьюзера и известного душителя-ассистенток. Думаю, что его вообще не стоит упоминать. Еще в презентациях часто написано «Виузал» вместо «Визуал». После этих уроков складывается ощущение, что самые безграмотные в инстаграме именно визуальщики. В этом блоке о профессии нам рассказали, но не обучили. Прямо как «Делай деньги» Надин Серовский. Блок «Персональный ассистент» пересекается со школой ассистентов Ибрагима Алиева. У них максимально похожее содержание. У Ибрагима в курсе были уроки про тайм-менеджмент, постановку целей, составление резюме, работу с Google-документами и создание презентации с помощью конвей. Спикер в курсе начала рассказывает то же самое, как будто больше рассказать на эту тему нечего. Непонятно, кто кем вдохновлялся. При этом каждый работодатель-предприниматель предъявляет индивидуальные требования и скорее возьмет человека с опытом, который умеет не только таблицы в гугле делать. Этот блок вроде бы и нормальный, но не особо нужный. В блоке «Менеджер по инфопродуктам» хорошее качество уроков. До этого шли уроки либо с плохим звуком, либо с плохой картинкой. Нам рассказывают о менеджере по инфопродуктам, который ищет экспертов, исследует рынок, проводит запуски и управляет результатами продаж. Не вижу отличий между продюсером запусков и менеджером по инфопродуктам. Просто решили придумать новое название. У спикера в этом блоке есть также свой курс по запускам. И в программе там почти то же самое, что и в курсе начала. А в блоке «Быстрые деньги» некоторые уроки просто взяты из других 8 блоков. Одно дело, если бы просто записали отдельные уроки для этого модуля. Но нет, тут просто из других блоков отрезали кусочки и положили в этот блок. Например, заработок на обработке фото взяли из блока «Визуальщик». Анализ конкурентов из менеджера инфопродуктов. Создание игр для сторис взяли из сторисмейкера и так далее. Миша Грибов в одном из уроков говорит, что у него как-то спросили, а может ли он сам заработать благодаря своему курсу за неделю 10 тысяч рублей. В итоге Михаил заработал 7. И, наконец, сайтолог. Такой же ужасный блок, как и «Визуальщик». Тимофей Торопов ведет уроки с браком по звуку, не вырезая оговорки и слова-паразиты. Иногда Тимофей нажимает куда-то не туда. Уроки Тимофея построены по принципу «я так делаю, значит и вы так делаете». Не объясняет, правда, зачем делать именно так, возможно, и сам не знает. Стоит сказать, что профессию сайтолог придумал Михаил Грибов. Чем сайтолог отличается от веб-мастера? Михаил говорит, что сайтолог делает сайты со смыслом. Делает сайт таким, чтобы сайт продавал. А веб-дизайнер по Михаилу просто делает красивую картинку. Михаил Грибов просто не знает про UX, UI дизайнеров. Также не знает про существование веб-мастеров. Его выдуманную должность натяжкой можно было назвать тильдолог. То есть человек, который умеет делать одностраничники на тильде и все. На ютубе у тильды есть целый бесплатный канал с объяснением даже сложных случаев. И платить никому не нужно. Сайтолог Тимофей Торопов с курса начала обучался на наставничестве у Ильи Лисицы. Это напарник Дани Матухно. Лисица уверяет, что Тимофей зарабатывает миллионы на сайтах. Я уверен, что он зарабатывает исключительно на продаже курсов. Также сайтолог был замечен на мастер-майнде у левой руки Нелли Армани Яна Сташкевича. То есть это все одна тусовка блогеров. И там не на навыки смотрят, а важно кто с кем дружит. И конечно главный навык всех сайтологов, которые есть и в курсе по сайтам Миши Тимочка, в курсе начала тоже есть. Как сделать кнопку переливающейся. Не понимаю, чем так манит всех инфо-цыган эта переливающаяся кнопка. А после прохождения курса начала вам предлагают платный марафон «Прорыв», где вы научитесь зарабатывать. Михаил Грибов испортил себе репутацию обещаниям подросткам больших заработков. Грустно смотреть, что стало с человеком, который год назад казался чужим. В тусовке филиграсских блогеров-гайдоделов. В итоге оказалось, что он там совсем не чужой. Видно, что за качеством уроков в курсе начала не следили. Каждый спикер записывал уроки самостоятельно, поэтому подача у всех разная. Мне в Телеграме как-то попадалось анкетов, которые искали спикеров для курса начала. То есть брали просто из тех, кто откликнется. А если вы хотите обучиться конкретной профессии, или у вас есть какой-то хотя бы минимальный опыт, вам точно не сюда. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока.